Десятый год подряд в конкурсе сочинений на призы газеты «Южный Казахстан» участвует шемкенский школьник Максим Беляков. И все десять раз юноша оказывается в числе победителей. Секреты своего успеха постоянный венер конкурса не раскрывает. Основной темой была роль литературы в развитии жизни каждого человека и моей. Я использовал множество произведений и то, как они на разных этапах жизни помогали мне почувствовать что-то. Произведения детства Горького, произведения детства Льва Николаевича Толстого сильно оказали воздействие на мое детство, на юношество. Я понял, какие чувства, какие эмоции кажутся нормальными для современного общества. Ко всеобщему удивлению, Максим стал единственным победителем из Шемкента. Остальные 12 награжденных – ученики сельских школ Южного Казахстана. В этом году конкурс сочинений поддержало Россотрудничество Казахстана. Благодаря его участию была разыграна путевка по Золотому кольцу России. Путешествие выиграла Юлия Дегтярева из Сузака. Ее работа была посвящена решению экологических мировых проблем. Люди мусорят, это тоже загрязнение идет, поэтому проводятся санкции и другое. Ну ты скажи, Сузакский район, как он, чистый, грязный, в экологическом плане. Жить можно? Жить можно. Сузакский район. Со слов организаторов, конкурс сочинений в этом году не обошелся без дисквалификации. В очередной раз были обнаружены и плагиатные сочинения, взятые из интернета. Хотя правила конкурса были совсем не сложные. В профессиональности судейской коллегии повода усомниться не было. Пишут, если грамотно и красиво излагают мысли на русском языке, для нас это уже большая радость, потому что эти компьютерные технологии, когда уже даже почерк теряется, не то, что там излагаешь мысль грамотно и красиво, и образно. Этому и служит, в принципе, наш конкурс, чтобы ребенок умел говорить и умел писать. Потому что говорить и писать – это же разные вещи. Те работы, которые свежие, которые сам ребенок сел и написал, то, что в голове у него какие мысли, их сразу видно. Авторам лучших сочинений помимо грамот вручили диски с русскими народными сказками, переведенными на шесть языков мира.